Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас пустые баночки за, ну, назовем это, наверное, и за август, и за июль, потому что в июле вам пустых банок было прям вот так вот, то есть, потому что вам пустых банок, я думаю, было достаточно, были пустые банки в моей машине, там было много, но сейчас, поэтому я решила, что в конце июля снимать пустые банки за именно июль конкретно моей Наташины я не буду, вот, и решила немножечко объединить, потому что, ну, реально это прям, было бы вам просто перебор по банкам, поэтому вот у нас будет, соответственно, за июль и за август. Как всегда, показываю и свое, и Наташина, кто у меня с Наташей еще не знаком, переходим по ссылочке, знакомимся, смотрим совместное видео, да, чтобы понять, как она выглядит, какие волосы, какая кожа, вот, она, как всегда, старалась, все в печатном виде, чтобы мне было удобно вам читать. Так, как всегда, начнем с того, что не понравилось, этого прям минимальное видео будет, короткое, быстрое, вот, но зато следующие два будут не очень короткие. Так, давайте посмотрим, значит, что у меня тут закончилось. Крем для рук от Evelyn с лавандой, вот такой большой, покупала в подружке, написано лавандовый, но он не пахнет лавандой, но он достаточно слабенький такой, на лето в целом нормально, но здесь вообще и близко нет запаха лаванды, я не знаю, чем он пахнет. Здесь еще экстракт алоэ, березовые почки и подорожник, то есть, может быть, вот этой всякой травой, но нет, дизлайк просто потому, что не лаванда. Ну, и он, на самом деле, достаточно слабенький. Шампунь от Натуры Сибирики для поврежденных волос, белый кедр. Просто не скажу, что шампунь плохой, просто я люблю более очищение поактивнее, а вот это, девчонки, я, наверное, порекомендую у кого более сухие волосы, блонд, да, крашеный, то есть, кто прям сухенький-сухенький, то есть, вам вот это зайдет гораздо больше, особенно те, кто моет голову, ну, может, даже не ежедневно, но часто, потому что я, слава богу, вернулась в свой режим раз в 4-5 дней, и я люблю шампуни все-таки более очищающие, вот. А вот это для поврежденных волос, я думаю, что понравится именно вот больше обладательницам сухих волосиков, и, соответственно, так, к шампуню претензий вообще нет, он нормально пенится, достаточно нейтральная душка у него, то есть, без резких каких-то там ароматов. Да, я не скажу, здесь написано кедр, не уверена я, что это кедр, так пахнет, вот, но очень мягкая душка на волосах, она не остается, поэтому здесь, как бы, можно не переживать. Кто любит Натуру Сибирику, я думаю, что оценят, то есть, особенно вот, у кого волосы сухие, прям это вам, потому что я больше не повторю. Так, крем у меня закончился для тела, миксит в коллаборации с журналом Флакон, ну, классический бодикрим, да, то есть, без каких-то изысков. Отдушка, ну, не самая приятная, нормальная, но как-то вот он у меня вообще никаких впечатлений не оставил, то есть, просто увлажняла, но, например, я не настолько сухокожек, и я нерегулярно пользуюсь кремами для тела, то есть, у меня есть периоды, то есть, вот, после загара я могу, то есть, прям потому что все-таки, да, после солнца кожа сохнет, и у меня бывает голени сохнут, особенно, там, зимнее время года, как бы, да. Тут как-то вот, просто норм, но вот бежать, покупать, искать крем для тела от миксит, ну, наверное, нет. Так, у нее тут целая линейка от одного бренда, Минт 500, три флакона, и все ушло в минус. Давайте посмотрим, что ей не понравилось. Ей для душа, первое, зеленый чай, лимон и мята, казалось бы, да, ну, мне понравился, наверное, аромат. Да, я такое люблю, я прям чувствую и лимончик, и зеленый чай. Так, что ей не понравилось? Бодрящий аромат цитруса и мяты понравился очень, а вот жидкая текстура не пришлась по душе, слишком большой расход закончился за две недели. Ну, да. Ну, кстати, я бы, наверное, ради аромата, наверное, бы купила. Вот, но две недели, конечно, да, для такого объема, где все-таки 250 миллилитров, такое достаточно стандартное бодья, но аромат очень вкусный. Я прям, ну, я фанат чая, вы знаете, с лимоном, тем более, это прям кайф. Так, и то же самое от этого же бренда, шампунь увлажняющий, мята с малиной и восстанавливающий кондиционер, ментол, мята. Так, сам шампунь бессульфатный, подходит для всех типов волос. Вот, в период отключения горячей воды, я ходила к Наташе один раз мыть голову, и она мне дала как раз вот этот шампунь, я им воспользовалась. Конди, кстати, я не попробовала, только вот шампунь. Для меня отлично было, то есть, но у меня волосы не такие сухие, то есть, я не блонд и близко. Значит, что она пишет? Аромат классный, мятный, с малиновыми нотами. Никакого кондиционерского сладкого аромата, он как жевательная резинка с ягодным вкусом. Шампунь хорошо мылится, промывает волосы, но из-за шутковатой текстуры его расход большой. Шампунь освежает, но не холодит, легкий холодок без излишка. Мои обесцвеченные волосы шампунь немного подсушивают, увлажнение я не заметила. То есть, вот о чем я говорю, да, то есть, не для блонда, тем более не для такого суперкрашенного поврежденного. То есть, мне зашло отлично, то есть, я бы себе взяла. Да, как раз, ну, мятная малинка тут вот по-другому не назовешь. Вот, то есть, но мне шампунь зашел, то есть, я бы повторила бы для себя такое. Вот, потому что я вот один раз воспользовалась, мне прямо очень понравилось. Но вот, как мы выяснили, блондинкам не нравится. Так, и кондиционер, что не так, текстура средней густоты, аромат мятной жевательной резинки. Очень прикольный оттенок средства, немного мятный. Кондиционер легко наносится, но расход не самый экономичный, слегка охлаждает. Не могу сказать, что он творит чудеса на моих волосах, не слегка смягчает, продает свежесть. Ну, опять же, то есть, это просто линейка не для сухого крашеного блонда. Мы уже выяснили. Действительно пахнет, как жвачка. То есть, если волосы у вас нормальные, если жирные, я думаю, что вам понравится. То есть, это будет без утяжеления, без вот этого вот лишнего, как я люблю, чтобы вот это вот утяжеляло и питало. То есть, ну, блондинкам, крашеным на сухие волосы, ну, значит, нет. Удивительно, Фаберлик затесался. Жидкое мыло, клубник со сливками. В целом, мыло хорошее, но аромат слишком слабый и не особо вкусно. Но я ничего не смогу сказать про него, потому что я терпеть не могу сочетание вот этой вот клубники с какими-то молочными продуктами. Малины, ягоды, вот йогуртовая, вот эта вся история. Но я и молочку не ем в целом. Ну, да, я что хочу сказать по поводу Фаберлика, да? Серия Лакрим, вот эта, она, да, она такая очень умягченная, очень нежная, очень деликатная. Это не бьюти-кафе, да, где там пищня, это прям как варенье будет. Нет, здесь все по лайту. Мне очень понравилось там миндальное молочко, что такое с миндалем, короче. Прям вот его попробуйте и с персиком неплохая. Но клубнику нет, я вот эту просто ягодно-молочную историю не перевариваю, поэтому я рекомендовать не могу и себе бы тоже не взяла. У нее полоска, видимо, сделана в Южной Корее. L-Экшен, по-моему, из Ревгоши. Это полоски для чечения пор, но с экстрактом чайного дерева. Так, слабая полоска чистит очень слабо. Все, что нужно знать об этом средстве. Так, снова у нас доктор Хаюшка, дневной крем для лица Абрикос. Вот такая крошка у нее была. Не складывается у меня отношение с этим брендом. Та же Веледа, только в профиль и дорого. Крем практически ничего не делает, Абрикосом не пахнет, а вот лицо с жирным, как блинчик, делает. Нужно промыкать салфетками. То есть вы представляете, я не знаю, на какую сухость кожи это предназначено, если даже Наташа со своей сухой кожей превратилась в блин. Ну, он, кстати, даже по текстуре, но я думаю, что вы, наверное, не увидите, камера, наверное, не передаст. У него текстура не кремовая, а она как будто жирно-масляная какая-то. То есть, может быть, за счет этого ей не понравилось. Но сразу скажу, доктор Хаюшка переоценены, я бы сказала. То есть у них продукты не тянут на их ценник. Так, фрешлайн-крем для лица антивозрастной. Это он с орхидеей, а, со сволыми клетками орхидеи, пептидами и гиалуронкой. Простите. Из ревгоша, соответственно. В целом неплохой крем, но не впечатлил. Достаточно обычный, проходной. Купить банку не захотелось. Тоже фрешлайн, не самая бюджетная история. И, соответственно, это у нас греки. Да, греки делают. Ну, такое как бы. Не все у них интересно. То есть у меня кума раньше фанатеялась с их маски картофельной вокруг глаз. Прям вот топ был. Ну, сейчас, поскольку больше всего на рынке стало, она уже ей не пользуется. Но в целом такая история была. Так, реневал хэмп-крим для лица конопляной ночной восстанавливающей. Этот крем очень тяжелый для меня. Густой, долго впитывающийся. Наверное, он для очень сухой кожи. Я его абсолютно не поняла. То есть это было примерно вот так. Да, реневал. Я, кстати, даже не знаю, что это за бренд. Не в курсе. Опять же, да, то есть на какую же сухую кожу это предназначено, если даже ей это было плохо. Дезодорант Пайон. Купила, потому что повелась на хорошие отзывы. Пользовалась нехотя. Выбросить было жалко. До конца не добила. Остальное миллиметров пять от донышка. Очень долго сохнет. Неприятный, мокрый. В течение дня от запаха защищает. Нам сухости с ним нет никакой. Вот. У меня та же история, но я в целом не могу пользоваться роликами дезодорантами. У меня был розовый, я вам, по-моему, в расхламлении показывала. Нет. Ну вот, нет, не могу я. Вот эта вот история, что ты намазался, и тебе надо ходить вот так, как курочка, потому что ты как бы мокрый, то есть ты не можешь сразу одеться, то есть это неприятно. Ну, вот не знаю, на него столько отзывов хороших. Девчонки, вот кто-то пробовал вот эту серию, там, белый или розовый, то есть, ну, что с нами не так, почему нам не понравилось? Так, BioRepair. Зубная паста, обычная зубная паста без изыскания, густая, полугеливая, очищает хорошо, мята сладкая, рот не щипет, но чего-то в ней не хватает. Это у нас вот BioRepair Plus, вот такая крошечка. Такую я не пробовала, поэтому сказать ничего не могу, но что-то пошло не так, наверное. Нет, ничего не покажу, все использовала. Ну, кстати, как по мне, мята достаточно активная здесь. Влад, ополаскиватель для полости рта White Plus Lemon. Не понравился от слова совсем, не освежает после применения, неприятное послевкусие. Бутылка быстро грязнится, появляются серые пятна, неизвестно из-за чего. По всем параметрам пролет точно не повторю. Ну, кстати, да, бутылка, смотрите, прям вот, вот она. Выглядит так, да, реально, как будто она там пожившая, но явно, как бы, они с мужем использовали это достаточно быстро. Ну, да, рисковато, очень сильно мятная такая лимонная история, ну, не знаю. Я попробовала, мне запах нравится, но что-то как-то это, теперь боязно. Так, и последняя моя баночка осталась. Это у нас Кафе Мими, антицеллюлитный горячий скраб, горчица и имбирь. Не скажу, что он супер, там, как-то отскрабит вас, еще что-то, но дело даже не в этом. Отдушка, душка отвратительная просто здесь. И я не знаю, ну, я грешу, что это горчица все-таки, но пахнет она отвратительно просто. Мне очень жалко, что камера не передаст аромат, но это просто не очень. Вот, то есть не повторю только из-за запаха, потому что это реально, этим просто тяжело пользоваться. Мне, кстати, пишут, что типа суперход, нет, он не очень горячий, то есть мне, например, на ноги там нельзя ничего разогревающего, только холодное. Я использовала на живот, но не грела, как бы, там, может быть, едва-едва какое-то тепло, но по факту нет. Поэтому, как бы, фу. Все. Так, плохие пустые банки разобрали. У нас впереди с вами еще два видео пустых баночек, соответственно, приятных, вот, что приятно. Надеюсь, было интересно и полезно. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.